Так, давай еще раз повторим. Давай сам читай. Коиск 613, отправление в 26 в 58 минут. Постановка подстепный. Разъезд подстепный. Разъезд. Дальше. Разъезд. Еще какие данные? Сначала будет ребриха через два часа, потом панова, а после панова подстепный. Слазить вправо. Слазить вправо. Выйдешь, никого нет, мы закричи, я здесь, Виктор. Там ни с фонаря ничего нету. Просто степь, потому что там было большое здание, и оно нам, ну как, зафрактовано за нами было. Ну а послали ломать на следующей станции, они, пьяная ошибность, на нашем сломали огромное здание. Трактор все развалили до фундамента, там глыбы лежат. И были люди, все это закрыто. Так, какие вопросы? Да, поэтому нет вопросов. Так. Почему мне не понятно, вы без паспорта приехали? Ну я с удостоверением личности лежу. Удостоверение личности вам никак не мешает. Паспорт основной это документ. Удостоверение личности. Везде написано в документах паспорт. Паспорт. Главное, паспорт. Вот сейчас мы выйдем, скажем, у кого что-либо, только паспорта у заставления личности, а то можно только у военных. Так, вы какое училище заканчивали или где учились? Екатеринбургское артиллерийское командное училище. Екатеринбург? Да. Когда закончили? В 2010-м. В 2010-м. Это пятый год? Да. И у вас все одно и то же звание? Нет, сейчас старший лейтенант. А сейчас старший лейтенант. А как присваивают? По сроку выслуги или как? Ну да. Старшего лейтенанта присваивают через два года после окончания училища. А капитана через сколько? А капитана должен сначала получить. Капитана через три года присваивают. После старшего лейтенанта? Да. А по каким признакам? Иногда бывает, вот как у Гагарина, шагнули сразу майора дали. По каким признакам? Ну, такие же бывают. Бывают, бывает. Но это как-то надо отличиться. Отличиться? Может, в ныне, раньше, может быть, да, надо было отличиться. Либо соревнования какие-то выиграть. Есть конкурсы, например. Конкурс выиграл, тебе должность дают сразу же, повышают на должности и звание дают. Сейчас это очень редко. Такое нет. Ну, а как-то вот в Чечне или где-то воевали, там отправлялись, что-то, ну, видимо, тайно там присваивают, или как звание-то, которые какие-то операции тайные делают. Он возвратился, говорит, я не знал, что уже полковник. Может быть, так он. Какие-то важные государственные задания. Какое там задание было? Убил кого-то или что тайно? Бандеру на тот свет отправил. У нас танковый биатлон в прошлом году был. С нашей части участвовала с роты. Танковый взвод участвовал. Вот, командир роты. Они заняли первое место по России. Командира роты ему... Со мной никаких тайн только не выдавай военных. Это не тайна никакая? Нет, это здесь... Ни одного слова тайны никому не говорили. Никому не было никак. Просто ему дали должность, его повысили звание, потому что он его взвод выступил очень хорошо. Вот и все. Здесь тайны никакой нету. Что, вот оно. Он молодец, подготовил своих... Ну, бывает так, какая-то отстающая часть, и он вывел ее в передовые, там тоже это усчитывается. Конечно, конечно. Ну, вы сейчас-то как? Уже подали в отставку? Да, я уже написал рапорт. А кем думаете, где работать? В Екатеринбурге. Хочу устроиться водителем. У вас место жительства там в Мурманской области? Да нет, у меня там же это... служебное жилье. А-а-а. Служебное жилье. А вы житель-то Екатеринбурга? Ну, как бы я житель... Да, я там жилье буду снимать в Екатеринбурге. Ну, а какие у вас замыслы дальше-то? Водителем буду жить, все. А сейчас с кем работаете? Пока не кем, пока я в отпуске. Вот после отпуска приедут до основы в Екатеринбург. Военные люди, они очень мало развиты. Да, это правда. Раз, два, три дальше считать не умеют. Это правда. Я вел занятия в летном высшем обучилище здесь. Ну, и приехал полковник, он какую-то должность там занимает, но не начальник, начальник генерал, а он полковник. Вот, Акопян Сергеевич Живанширович. Ну, я говорю, вот у вас один из курсантов, там теперь к нам ходит на занятия и все. Что он такой? Я говорю, да, мы все такие, я такой. У нас, говорит, это нет. А он посмотрел, какая у меня в лагере дисциплина. Он говорит, у меня, говорит, такое нет в училище дисциплины, там, чтобы там кидали с хлебом или какой-то. У меня тишина, значит, мертвая. Легли спать ни звука, ни шепота, ни одного слова нет. Поели, ни крошки, нигде ничего не остается. Ударил в колокол, бегом все как один. Они, когда идут от нас в армию, вот, то они хорошие ребята. Вот, племянник, он служил в президентском полку. Второй, ну, это раньше еще было, дивизии Дзержинского. Ну, это показная бригада дивизии. Ну, да, они, ребята, послушные, племянники от моей родной сестры. Их там проверяли по соседям, не замешано, нигде ничего за ними нет. Они так видно из себя. И ты их там увидишь, в Потеряевке. Один Алешка, другой Иосиф. Вот. Как мы познакомились-то? С чего началось-то? Как? Ну-ка расскажи. С чего началось? Ну. Я сейчас не помню. Может быть, это было в интернете. Я как-то случайно на ролик на ваш наткнулся. Я не помню, как это. А с чего это родит? Я занесло так. Вот я сейчас уже забыл. Это было года три назад. Ну, и что-то на этом ролике-то нашелся. Вот, я не помню, что. Тоже не помню. Да. И все, я с этого ролика начал смотреть. А вот какой ролик, когда это было? Ну, ладно, дальше еще начал смотреть, и что? И все. Почему ты решил вышли на меня, запросить книги? Нету. Ну, спасение. Ну, да. Там, где есть, там нету спасения. Это я понял сразу же. Вот надо было вот это спасение. Я читал, что вот в этих книгах, в этих беседах есть спасение. Мы живем, а для чего мы живем? Я зарабатываю деньги. Для чего я зарабатываю деньги? Да. Пусто. Все пусто. Когда вот я начал читать книги, читать, видео смотреть, и хоть что-то начало проясняться. Почему хоть что-то? Когда тут на все проливается свет. Ну, я же маленький пока, глупый, военный. Мне же надо это все сделать. У вас раскумарить просто надо, чтобы сверху какая-то, говорят, беда, атомная бомба взорвалась. Да, чтобы мы поняли. А так у нас притупляется ум у военных. И вот мы не можем раскрыться. А вот когда смотришь уже, уже все понимаешь, видишь совсем по другим зрениям, по другим углам вот на это все. Что это пустота. Так, в потерявку ты не просился? В потерявку? Нет, еще пока не просился. Ну, там вот увидишь где. Если так-то вас ребята узнают, то будет не отказано. У нас есть где будет жить. Мы в прошлом году провели собрание и для одиноких отдельно, как общежитие. Если будут девчата там отдельно где-то приезжать, там может быть семья какая-то образуется. Людей-то там очень мало. Потому что наши правила, они небесного происхождения все. И такого пососеления нет. У него нет ни одного в России такого. Там есть православное. Если чтобы вот такой порядок был внешне, внутренне, настроить такое правило, каноны, вообще нет. Мы бы обязательно нашли. Нашли и мы искали где-то, нигде нет. А если где есть, оно все такое же, как везде. Шалман этот. Нигде эпитемии нет. Безбородая, там женщины в брюках. У нас это не именуется даже. Это вещь немыслимая. Да, вот такого нет. Потому что я сколько в храмы хожу, я по разным городам, в командировки езжу и в храм постоянно захожу и как бы вижу, как люди. Вот ты видишь, как служба идет. Да. Как у нас архиереи, ты сейчас видел, как поют, какой у нас. Движения даже никакого нету. В шагу. Молитва значит молитва. Все очень серьезно. Вот так. Поэтому, конечно, у вас очень строго с этим и красиво. Ну, за это время, как мы познакомились, между нами какие-то неурядицы, несогласия были, нет? Нет. Не было ничего, да? А как вы надумали сюда приехать-то? Ну, я давно еще, давно уже думал. Будет у меня отпуск обязательно. Видите, мы никого не зовем, мы даем только разрешение. Разрешение не приезжает. И поэтому, когда мы так узнаем, я заказываю фотографии, в каком месте сделать, как поднять руку, чтобы видно было, что с того места. И при том, я когда написал ему, вот он, Борис Поля, около Киева, подними руку вот так вот, повыше маленько на ладонь, и прямо напротив, где городская милиция. А вторую пойди, там вот так подставь руку в городской военкомат. И он тут же прислал. Ну, явно дело, что чужой, в этот город не проехал бы. И видно его человека, этого с бородкой. Это Никита Колесников. Увидишь. Вот, ну, проверка. И дальше копии документов, трудовой, военного билета. Ну и все. Был судим, не судим. У нас судимых никого нету. Мы просто говорим, что здесь у нас нету. Ну, если не... Вот я же сам-то судимый. Я других требую. Но судимость в судимости разница. Я судим-то не разбойник никакой. Я опубликовал о расстрелах, брал интервью репрессированных, архипелагулах, о масонстве. То есть меня взяли за литературу, которую я издал. За интервью. Тогда не видео, только аудио было. А когда человек где-то... Ну, найдешь себе другое место. У нас просто этого нет. Ну, а если он обратился... Ну, если обратился, прошло года три, тогда, может быть, мы будем разговаривать. Может быть. Просто у нас нету. Не было. И другой говорит, я бросил курить. Вы не курили? Нет. Курить бросил. Сколько бросил-то? Ну, не знаю. Вот так. Три года пройдет, тогда первый разговор будет. Ты подберешь. Где бросил, там и подберешь окурок. У нас не курят. У нас не матерятся. Один приехал. Я не курю. У него деньги есть. Я могу построиться. Но я матерюсь. Я не могу. Побыл, посмотрел. До свидания. Жалко, конечно, что так. Но я... С меня вырывается просто. Что вырывается? Сатана сидит. Всякое. Научившийся к бранным словам, говорит, не отвыкнет до самой смерти. Он не может отвыкнуть. Это дьявол. Гниль от его выталкивает из него. Язык говорит. Ну, от избытка сердца говорят уста. Это... Я зато, говорит, язык, это лопата, которую выбрасывает то, что уже через верх, из этой ямы, из помойной. Он сидит там в туалетной жиже. Ну, и слова мать, перемать там. И бля, там они на каждом шагу. Блякает, а не знает что. Так, вот мы... Сколько уже с вами часов вместе? С девяти часов. С девяти часов. Ну, и что вы за это время увидели? Как... Что-то вы видели только там и наяву. К чему соприкоснулись? К реальности вашей. А? То, что... К реальности вашей соприкоснулся. Ну, увидел что-то, да. То, что... Где мы были? Как оно есть на самом деле. Да. Ну, сходится с тем, что в интернете? Конечно. Ничего нету, не добавлено. Видите, мне сегодня удивило, что у меня жена в деревне, а я готовлю сам. Но все знают, как я готовлю. Я картошка какая-то, дрябла там, наварил, начистил, крупы там... И все жалеют. А я запрещаю привозить. И сегодня я разрешил сестре принести. Она только подошла, и вы стоите у дверей. Если бы не она, я бы вас и не накормил, как следует, ну, по вашему там рациону. А тут, видишь, как она все у нее шикарно и супы. Я сегодня разрешил. Почему, не знаю. Она просилась вчера, сегодня. Но она все равно присылала тайно через кого-то там где-то поставят. И они очень любящие наши сестры, говорю. Ну, видел, какая она. Понравилось? Да. Вот она на пенсии уже, Татьяна Капустина, старшая сестра. И вот сегодня, если Господь благословит, я вам написал. Что тут написано? Ну-ка, посчитай. Сильно-то не мне ее. Раза два только передни, и все. Поезд 613, отправление в 2058, разъезд подстепный. 2058 по местному добавляй. Да, по местному времени. Так. Так, сначала будет разъезд ребриха слева. Через сколько? Через два часа. Да. Далее Паново. Это не сразу. До этого еще сколько станций будет. Арбузовка, другие там идут. Станций тут основных много будет. Но главное, самая большая ребриха. Потом? Паново. Потом. И подстепный. Все. Это наш. Слазить вправо. Да. Слазить вправо. Там уже на мотоцикле погода хорошая. Виктор Николаевич Савченко встретит. Уже договорились. Почему? У вас времени нет. И поэтому вы приедете. Это пятница. Вы целиком весь день проводите. А утром он рано выезжает сюда на газели. На сервис надо проверить перед поездкой машину. Там все. И с ним вместе приедете. Это как раз подходящее. Там еще пойдут люди. Ну а отсюда он повезет ребятишек. Заберем мы. Вот так. Посмотрели. На голубяки побыл. Да. Посмотрел. Пощупал голубей. Вот. Увидел как это. Так вот все делается. Новорожденный. Ну вот по теряевке ты обязательно надо побыть. Ты везде побудешь. Увидишь. Ну не воскресенье. Это воскресенье. Ну службу ты так видел тогда. С людьми. Кому-то надо обязательно зайти. Поближе познакомиться. Ну главное это там все через батюшку. К нему пойдешь. Благословишься. Вот. Там где-то Андрей. Где те новые братья. Два брата приехали. Которых я сейчас говорю. Племянники. С нуля. Один нынче только приехал. И он работает. Ну не женатый. А у другой вот двое ребятишек. То есть ты уже сразу в погоде. Вот этот приехал Никита. Тоже ребята холостые. Тебе это ближе будет. Но один день завтра ты там уже должен отработать. У нас без работы нельзя. Но во-первых еще мы с тобой будем тут время терять. Если от тебя пользы-то никакой нету. Поэтому ты уже дадут рукавишки. Где-то подмазать. Надо что-то нести. Пилить. Там работы такие. Которые любой узбек сделает. Это не турки. Турки самые стадионы. Еще только не строят. А узбеки все они уборщицы. Но и без них никак нельзя. Они там плитку делают на дорогу. Где-то все-то маленькое. Ну я вижу там где есть. Так. У нас сейчас время сколько уже? Уже одиннадцать? Одиннадцать. Одиннадцать. Мы уже давно с тобой тут находимся. Еще не молились. Сейчас мы будем молиться. Мы помолимся. Ну а дальше как уже Господь благословит? Потому что у меня видишь как внезапно постоянно звонки идут. И приходится корректировать движение. В воскресенье у нас будет первая встреча с родителями и с клиентами. С ребятишками, которые придут в три часа дня в памятнику Пушкина. Мы все открыто говорим. Почему? А что? Стоит мы не враги этого отечества. Мы законные граждане этой страны. И тем более нас уже на десятки раз проверили. За нами следите. Мне интересно. Почему? Потому что мы все выставляем. Ну да. Занятия и прочее. Все встречи записаны тайно и явно. То, что мы с тобой разговариваем сейчас, ты не против, что в интернет будет выставлено? Не, не против. Еще нету, да? Нет. Потому что у меня запись везде ведется всегда. Где мы были вот сейчас с тобой. И там записали. И шардак. Вот. Сейчас мы помолимся. Это первое. И второе. Меня попросили. У меня аудио. Мои стихи начитаны. Стихи. У меня 3467 стихотворений. Это четыре тома по 800 страниц. До одной строчки заняты с эпиграфами. Вообрази. Я могу точно сказать, таких стихов от создания мира не было. Они не стихи. Это пропадет стихах. Напротив каждой строчки местописание показано. Откуда? Каждое стихотворение 9 куплетов. 36 строчек. 36 раз надо Библию открыть. Интересно? Как это выглядит-то? Интересно. Ну и они у меня начитали были ауди. Не все, но много очень. А сейчас попросили насчитать мои стихотворения в видео. Ну и постановили программу. Я записываю. И перевод сейчас немножко позапишу. Вы тут никак не помешаете. Значит порядок такой. Мы сейчас помолимся. И я сразу начинаю записывать. Чем я сейчас занимаюсь. Закрыто почему? Потому что от свет в лесу освещает плохо. Это мы закрываем везде, чтобы затонированные стекла, как говорят. Вот. Ко мне вопросы какие-то и возникли? Вопросы? Пока нет. Пока нет. Вот у меня стихи везде записаны. Я заканчиваю чем? Последнее стихотворение. Я его записал. Весьма прискорбно слышать о живых. 419 страницы. Я сейчас это копирую его. Видишь? Ctrl и C. Ctrl S. Нажал одновременно. Вот. Скопировал. Теперь Ctrl F. Это значит она выскочила рамка. А Ctrl V я вставляю, что я сказал. Это первая страница. Но мне надо на 319. Где найдешь? И я говорю найти. Все. Вот она. Теперь я это убираю. Какая? Вот она. 419. Я там неправильно записал. Весьма прискорбно слышать о живых. Видишь как? Да, да, да. Вот так. Ну ладно. Сейчас я показал, как быстро нахожу 419 страница. Видишь, мы сидим. Вот.